Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет один из самых интересных и, наверное, один из самых долгожданных тестов в этом году, потому что к нам в руки наконец-то попал новый Havail Darga. Причем долгожданный этот тест не только для вас, а я хорошо помню, что вы много писали про эту машину в комментариях, но и лично для меня. Как так вышло? Все дело в том, что мои отношения с кроссоверами Havail, ну, никак нельзя назвать дружескими. Да, я, в принципе, понимаю, что на картинках и по оснащению выглядят они здорово, но каждый раз, когда я беру на тест очередной новый Havail, я просто поражаюсь тому, насколько никудышно настроены эти машины и как много у них фундаментальных проблем именно по езде. Я уже несколько раз откатал до рестайлинговой F7, затем вышел Jolion, у нас на канале была его и переднеприводная, и полноприводная версия. После этого мы протестировали обновленный F7, и вот совсем недавно был тест рестайлингового F7X. И вот каждый раз я надеюсь, что, ну, может быть, теперь Havail будет хотя бы просто нормальным. Но пока еще ни разу такого не было. Затем выходит наш очередной ролик, и я регулярно читаю какие-то полугневные, достаточно агрессивные комментарии от владельцев, ну, или, может быть, просто от каких-то фанатов Havail. К чему я все это? А к тому, что сегодня будет моя очередная попытка подружиться с новым Havail. И я очень надеюсь, что из Дарга получилось что-то стоящее, и он мне всячески в этом поможет. Итак, после множества тест-драйвов и обзоров на Дарга вы наверняка в курсе основных фактов. Оригинальное китайское название этой машины переводится как «большая собака», делают Дарга в Туле, мотор здесь 2 литра турбо, привод полный, а платформа та же, что и у Джолиона. То есть это обычный кроссовер с несущим кузовом, несмотря на вот такую угловатую внедорожную внешность. Может быть, вы даже слышали, что в Китае у Дарга есть еще более брутальная версия с другим передком и с саморезами вот на этих пластиковых накладках. Кстати, возможно, через какое-то время она появится и в России. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на другие важные и интересные факты, и, собственно, на то, каким же получился этот автомобиль. Дизайн Дарга доводили под руководством англичанина Фила Симмонса, который много лет проработал в лендровере. В свое время именно он нарисовал рейнджровер третьего поколения L322, затем ушел в Форд, а в 2007 вернулся и занимался практически всей современной линейкой лендровера. Большим четвертым рейджем, Спартом, Виларом, Эвоком и Дискавери. В Хавейл Симмонс пришел в 2018-м, причем сразу на должность главного дизайнера и вице-президента, так что Дарга совсем не случайно получился именно вот таким брутально внедорожным. И вы знаете, мне это нравится, и вообще я считаю, что подобные дизайнерские решения, заложенные также в Defender и, например, в Jeep Renegade, это очень классная фишка. Кстати, по длине и по величине колесной базы Дарга практически копирует нынешний Hyundai Tucson, но при этом он на 10 сантиметров выше, чем среднестатистический кроссовер этого класса. Теперь переходим к технике. Официально китайцы заявляют, что Дарга построен на модульной платформе Leman, как и Хавейл Джолио, но в данном случае это просто формальность, которая говорит лишь о некоторых общих компонентах. Электроника, водительские ассистенты, полный привод с Халдексом, но вот по шасси Дарга очень серьезно отличается от Джолиона, и можно сказать, что платформа у него своя собственная. Спереди здесь привычные стойки MacPherson, но они сейчас, собственно, практически везде, так как это дешево и сердито. Причем передние рычаги у Дарга стальные, а шаровая к ним прикручивается, то есть в случае чего ее можно поменять отдельно. У рулевой колонки, в отличие от Джолиона, есть регулировка по вылету, ну а главное это задняя подвеска. Если на полноприводном Джолионе используется простенькая трехрычажная схема, то здесь уже более хитрая четырехрычажка с мощным подрамником, который напоминает заднюю подвеску на ваговской платформе MQB. Плюс по официальной информации настройки адаптированы специально для России. А вообще удивительно, как Хавейл позволяет себе такое разнообразие по части шасси, ведь у F7, у Джолиона и здесь задние подвески абсолютно разные. Еще одна особенность Дарга это мотор. По цифрам он вроде бы такой же, как у F7, даже индекс отличается всего на одну букву. Там 4C20, здесь 4N20. Но на самом деле это совершенно новый модульный двигатель, который появился всего два года назад. По технологиям здесь все по последней моде. Алюминиевый блок, непосредственный впрыск с давлением аж до 350 бар. Причем если снять вот эту крышку, то здесь можно увидеть топливный насос. Обратите внимание, что он укрыт в такую аккуратненькую шумо-виброизоляцию. Еще она проложена вот здесь и здесь. И такая же шуба есть вот на этой декоративной крышке. Степень сжатия здесь 12 к 1. Плюс есть твинскрольная турбина. То есть этот мотор может работать по экономичному циклу Миллера. Еще здесь жидкостный интеркулер. Вот он поставляет его, кстати, известная немецкая фирма Mali. Кроме того, здесь электрическая помпа, электронный термостат, масляный насос переменной производительности. А еще есть балансирные валы. В общем, упакован этот мотор по полной. Вдобавок китайцы заявляют, что сюда можно лить 92-й бензин. Короче говоря, остается надеяться, что каких-то капитальных проблем с надежностью не будет. Отдача это 192 сила и 320 ньютон-метров. А в Китае заявлено 211 лошадей. А вот что здесь взято прямиком от Хавелла F7 без изменений, так это 7-ступенчатый робот с мокрыми сцеплениями. Даже передаточные числа у него не трогали. И напомню, что эта коробка собственная разработка концерна Great Wall, а производит ее дочернее предприятие Hi-Set. Ну и, как я уже говорил, полный привод здесь реализован через муфту Haldex. А самое интересное, что на других рынках у Darga есть принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала. Но к нам она пока, к сожалению, не доехала. По регламенту первое ТО на Darga нужно делать на 10 тысячах километрах, а вот все последующие уже раз в 15 тысяч. И, на мой взгляд, это выгодно отличает эту машину от других китайцев и, например, от того же Хавелла F7, на котором ТО делается раз в 10 тысяч. И вообще, я изучил регламент, и, на мой взгляд, составлен он вполне адекватно. Например, охлаждающая жидкость здесь меняется раз в 5 лет или каждые 100 тысяч километров. Масло в коробке тоже раз в 5 лет или каждые 70 тысяч километров. Ну и, например, масло в Муфте Халдекс снова раз в 5 лет или каждые 60 тысяч. Ну а чтобы найти самые выгодные цены на техобслуживание и для Darga, и для любого другого автомобиля, как всегда, к вашим услугам сайт автоспот.ру. Заходите в раздел сервиса и ТО, далее выбираете вашу марку, модель и модификацию, и после этого перед вами высветится карта с ценами. Далее выбираете понравившегося вам дилера по стоимости и по расположению, записывайтесь и обслуживайте свой автомобиль на выгодных условиях. Причем на автоспоте представлены как официальные дилеры, так и проверенные неофициальные сервисы. Все ссылочки, как всегда, есть в описании. По моим замерам, дорожный просвет у Darga получается ровно 20 сантиметров, но это под хлипким фетровым пыльником моторного отсека, потому что нормальная защита сюда с завода не ставится, хотя этим можно было заботиться в рамках адаптации для России. Но мне понравилось, что днище сделано аккуратно и почти плоское. Что касается практичности, то здесь с этим все неплохо. Есть все подогревы, круговой обзор, бесключевой доступ, плюс дистанционный запуск через приложение для смартфона, а чего реально не хватает, это разве что омыватель камеры заднего вида. Давайте посмотрим на багажник Darga. Здесь есть электропривод, в отличие от Havaila F7, плюс есть бесконтактное открытие взмахом ноги под бампером, но вот он, собственно, первый негатив, который связан с этой машиной. При таких, в общем-то, немаленьких габаритах багажник здесь откровенно скромный. В богатых комплектациях, у которых вот здесь в подполе расположена полноразмерная запаска, заявленный объем всего лишь 333 литра. Ну, действительно, здесь узко, здесь невысоко. Да, есть небольшие полочки, есть даже полноценная розетка на 220 вольт, но пространства мало. И я думаю, для людей с детьми, которые постоянно возят коляску, еще какие-то вещи этого будет недостаточно. Зато с запасом места на втором ряду, в принципе, как и в любом другом Havaila, здесь все очень-очень хорошо. Много места и в коленях, и по всем остальным направлениям. Опять же, по традиции для китайцев здесь практически ровный пол, то есть нет центрального тоннеля. Сам диванчик достаточно мягкий и вполне удобный. Но интересный момент, здесь, в отличие от Havaila F7, нет регулировки спинки по углу наклода. Но надо сказать, что изначально он подобран нормально. Что по оснащению, есть вот такие симпатичные дефлекторы вентиляции, подогрев дивана, пара зарядных USB разъемов, вот такие мощные поручни на стойках, удобные симпатичные дверные карты с оригинальными подбутыльниками, о которых мы еще поговорим спереди, и, как всегда, подлокотник с подстаканниками. Не думал, друзья, что когда-нибудь скажу такое про Havail, но сейчас вот этот интерьер определенно один из лучших среди китайцев. Да и вообще на фоне какого-нибудь Tucson или Cadiac все здесь сделано на очень приличном уровне. Давайте начнем с дизайна. Получилась эдакая смесь Land Rover, Jeep Wrangler и, может быть, даже каких-нибудь Citroen, если посмотреть вот на эти симпатичные цветные дефлекторы. Все кнопочки, все рычажки, все это нажимается действительно с благородными усилиями. По качеству и по уровню исполнения тоже все хорошо. Да, может быть, пластик не везде какой-то мягкий и податливый, но фактура, подгонка панелей, все это сделано действительно здорово. Плюс есть какие-то симпатичные детальки, например, вот эта пористая поверхность на передней панели, вот этот поручень массивный со стороны переднего пассажира с выставленными на показ саморезами. Плюс мне нравится, как здорово и аккуратно вписана вот эта мультимедийка в центральную консоль. В общем, действительно, здесь дизайнеры Havail постарались прямо на пятерку. Обратите внимание, как стильно сделаны дверные карты, причем здесь есть не только кармашки, но и, как я уже говорил на втором ряду, вот такие оригинальные подбутыльники с подпружиненным ремешком. Нет никаких проблем с местами под мелкие вещи. Двухэтажный центральный тоннель, полочка для беспроводной зарядки. Опять же, полочка прорезиненная, с нее телефон никуда не улетит. Еще одна полочка вот здесь, здесь же охлаждаемый бокс. Есть секция под смартфон, два подстаканника. А если все это вам не нужно, то вы просто отжимаете фиксаторы и вытаскиваете вот эту деталь из центрального тоннеля. Причем подгонка вот этой вставочки к тоннелю просто какая-то потрясающая. Мне кажется, такое нечасто встречается даже в премиальных немцах. Единственное, что мне не нравится из материалов, это вот этот глянец на центральном тоннеле. Ну, очевидно, что он очень быстро испортится. И еще сюда просится какая-нибудь более увесистая шайба управления коробкой передач. Потому что вот эта деталь, она просто позаимствована у Джолиона. Обзорность здесь нормальная, причем у Дарга крупные прямоугольные зеркала. И еще один невероятный факт, здесь абсолютно адекватная, удобная посадка за рулем. Как я уже говорил, у рулевой колонки есть регулировка и по высоте, и по вылету. Кресло получилось удачно, у него приятная отделка из кожи и алькантары. Можно отрегулировать угол наклона подушки, причем в приличном диапазоне. Еще есть регулировка поясничной опоры и по вылету, и по высоте. Но реализована она исключительно через тачскрин, словно в мультиконтурных креслах на Мерседесе. Есть вентиляция, правда вентилируется только подушка, но, как говорится, и на том спасибо. И еще удивительный факт, здесь есть массаж у водительского сидения. Причем это не просто какая-то красивая строчка в прайс-листе, а этот массаж действительно работает и вполне приятно. То есть, как видите, этот интерьер не просто симпатичный, но он еще и неплохо проработан с точки зрения эргономики. Все вместе это дает действительно приятные впечатления. Ну и теперь несколько неудобных моментов, к которым придется привыкать, ну или скажем так, которые явно на любителя. Например, у цифровой приборки здесь очень качественный красочный дисплей, но по неудачной хавейловской традиции здесь нет нормальной темы с привычными колодцами спидометра и тахометра. Все какое-то космическое, и считывать показания, пользоваться этим на ходу, честно говоря, не очень удобно. Кстати, особенность вот этой приборки – это отдельная секция сверху, на которой высвечивается выбранный диапазон коробки передач. Кроме того, большинство настроек климата и все подогревы включаются только через мультимедийную систему. Да, здесь можно настроить виджеты для быстрого доступа, можно сверху вызвать вот эту менюшку, но все равно удобнее иметь реальные физические кнопки. Хотя сама по себе мультимедийка мне нравится, у нее большой красочный дисплей с очень хорошим разрешением, куча настроек, в них даже поначалу путаешься. Есть интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto и очень качественная картинка с камер кругового обзора. Ну и напоследок пару особенностей. Вот эта заглушка на других рынках отвечает как раз за принудительную блокировку заднего дифференциала. Ну а самый странный момент спереди – это неотключаемая пассажирская подушка безопасности. То есть поставить вот сюда на переднее кресло детское сидение вы просто не сможете. Приступаем к замерам Дарга. Точных цифр китайцы не приводят, но говорят, что эта машина должна выезжать из 10 секунд. Посмотрим, как будет на деле. Выбираем спортивный режим и начинаем, как всегда, с одной педали. Старт. Ну, кстати, неплохой рывок с места. 4,29 до 60. 9,14. Неплохо, в принципе. Еще с одной педали. Да, прям как будто не бережет робот особо сцепление. Сразу же машина трогается. Достаточно активно. 9,08. Теперь поехали с двух педалей. С двух тысяч старт. Вы знаете, весело. И робот такие же ударные переключения дает, как на F7X с лончем. 8,32. Еще раз с двух педалей. С первой на второй удар. На третью тоже. 8,52. И давайте зафиксируем результат. С двух тысяч поехали. Напористое ускорение. Итак, 8,39. Переходим к замерам. 80,120. В обычном режиме. 78 по прибору. Шестая передача. Газ в пол. На третью. Не очень шустрая реакция на кикдаун. Но время неплохое. 6 секунд ровно. И финальный замер. Да, есть все-таки ощутимая заминка. После нажатия на педаль газа. Снова 6 секунд. Это довольно неожиданно, но до сотни Darga едет быстрее. И чем HVL F7, и даже чем F7X с лончем. Хотя по документам мощность здесь, считайте, та же. Момент меньше, а вот сама машина тяжелее. Так что вполне возможно, что в реальности здесь те самые 211 сил, как в китайской версии. Абсолютные цифры разгона действительно достойные. Но настраивать силовой агрегат HVL так и не научился. При старте с места робот то и дело смыкает сцепление слишком резко, из-за чего машина неожиданно прыгает вперед. А на ходу, наоборот, отклики на педаль газа чересчур вялые. Когда ты едешь спокойно, вроде бы все нормально. Но вот, например, тебе понадобилось ускориться вместе с потоком или кого-то обогнать. Нажимаешь, и такое ощущение, что секунду, а то и полторы вообще ничего не происходит. И только потом Darga начинает ускоряться. Да, есть спорт режим, но в нем появляется какая-то ненужная резкость и суета. В общем, ко всем этим шероховатостям придется адаптироваться. Возможно, рано или поздно это получится, но, к примеру, классический автомат на Тугеле работает гораздо адекватнее и приятнее. Зато именно на Darga этот робот наконец-то избавился от ужасных затупов при переключении с драйва на задний ход и обратно. То есть ты можешь нормально разворачиваться, и тебя ничего не бесит. Что касается расхода, то этот мотор далеко не чемпион по экономичности. Борт-компьютер показывает 12,5 литров на сотню, но мне все-таки кажется, что аппетит здесь поскромнее, чем у F7, особенно если ехать активно. Почему я так подробно рассказываю про силовой агрегат? Да потому что во всем остальном Darga едет на удивление приятно. И лично для меня это вообще какой-то разрыв шаблона. Я уже несколько раз ловил себе на мысли, что просто не могу поверить в то, что это именно Havail. В тормозах практически нет ощущения слабости, а самое главное, шасси наконец-то получилось адекватным и сбалансированным. Кстати, в этом наверняка есть заслуга новой задней многорычажки. У Darga хорошие взрослые реакции, даже есть неплохое усилие на руле. В целом к этой управляемости у меня нет претензий, и более того, на фоне F7 она и вовсе отличная. Небольшой внедорожный участок для Darga. Здесь множество различных внедорожных режимов. Давайте начнем, например, с режима грязь. Как всегда, проверяем настройку электроники полного привода и работу имитации блокировок. Снова жестко работает электроника, как и на F7. По крайней мере, по первым ощущениям. Здесь, по-моему, чуть помягче отработало. Так, едем дальше на наше стандартное вывешивание. Ради интереса давайте в режиме первой передачи и с системой автохолд. Может быть, так будет машина меньше откатываться. Здесь у нас F7, в принципе, не справился. Толком особо и не заехал. Автохолд придерживает машину, но все равно потом откатывается она. Работает электроника. В принципе, мне кажется, поэффективнее, чем в F7. Еще раз это же место, но уже в другом режиме. Давайте ради интереса режим трава, гравий, снег. Поехали. Так, зафиксировались. Старт. Ну, здесь менее эффективно. Явно работает электроника и очень ударно все происходит. Да, слушайте, удары такие, что просто страшно. Давайте чуть-чуть назад. Другой режим. Так, смотрим, какой. Здесь есть забавный режим под названием выбоина. Ну, вот попробуем его. Давайте на всякий случай в режим первой передачи. Поехали. Газ в пол. Пытается машинка. Кстати, не так ударно. Но не может. Да, я помню, здесь Тугела вообще без проблем проехала. Так, возвращаемся в режим грязь. Пробуем еще раз. Так, зафиксировались. Старт. Почти, почти, почти. Там левое колесо уперлось, да? Да. То есть, небольшой разгончик буквально нам нужен. Поехали. Ну и все, собственно. С минимального разгона проехали. И еще одно вывешивание. Снова в режиме грязь. На этот раз без каких-то жестких бордюрчиков и камней. Просто стандартный выезд из речки. Ну, слушайте, здесь электроника неплохо работает. И еще разок. Просто плавненько едем. Вывесились. Все, сразу полный привод отработал. Имитация включилась. Проехали. То есть, в таких стандартных, простых условиях, конечно, этот полный привод с Халдексом настроен неплохо. Какие-то уже более серьезные препятствия, где нужна плавность, где нужно плавное управление тягой. Там, конечно, не хватает, ну, в первую очередь, наверное, классического автомата с гидротрансформатором. А теперь внимание, друзья! Перед вами первый кроссовер марки Хавел с приличной плавностью хода. Да, он все еще подрагивает на невидимой короткой волне и жестковато проезжает отдельные глубокие ямы. Но на всех остальных среднестатистических неровностях эта подвеска ведет себя не просто хорошо, а, пожалуй, даже благородно. Всевозможные стыки, продавленные люки, какие-то заплатки, трещинки и многое другое подвеска отрабатывает мягко и в меру упруго. Даже на грунтовке Дарго без проблем позволяет держать вполне приличную скорость. Прибавьте сюда нормальную шумоизоляцию, и лично у меня получается какое-то новое совершенно непривычное ощущение. Я еду на Хавеле, и он меня не то что не напрягает, он мне даже нравится. Конечно, хочется, чтобы здесь был какой-нибудь современный классический автомат, но даже в таком виде я вынужден признать, что Дарго получился вполне гармоничным автомобилем. И мне кажется, немаловажную роль в этом играет и внедорожная внешность, и этот прикольный интерьер. Сейчас вот такой топовый Дарго стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей. Дорого? Да, конечно, дорого, и даже очень. Как-никак почти 60 тысяч долларов. Вы наверняка сейчас напишите и про Паджеро из Эмиратов, и про какой-нибудь Палисад из Кореи, и в чем-то вы, конечно, будете правы. Но среди, скажем так, официальных автомобилей эта цена абсолютно в рынке. Например, столько же стоит Тига 8 Pro Max, а Тугела и XCity XL даже дороже. Дальше уже решать вам, но лично меня интересовал другой вопрос. Стоит ли доплачивать 500 тысяч рублей и брать новый Дарго вместо нового Хавейла F7? Теперь я знаю ответ. Да, однозначно стоит. Друзья, на этом сегодня все. Большое вам спасибо за просмотры. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Дарго, ну а мы в ближайшее время постараемся устроить ему какой-нибудь интересный сравнительный тест. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, и до встречи через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин